всем привет друзья и решили мы записать такой ролик то есть это такая поболталка больше о том вообще что как подытожить этот год и вообще просто пообщаться поговорить вообще что мы во первых хотим сказать большое спасибо всем кто на нас подписан кто нас смотрит комментирует ставить лайки на нас это реально мотивирует и даже этот youtube канал мы как в свое время когда-то завели для того чтобы там мотивировать самих себя да это не то что бы такой отчетник да бы ну просто вот как бы мотивировать хотя бы вот раз в неделю не получается такого формата ролики делать данного разные недели мы старались может там это реже где-то чайщину строить вот именно придерживается такого графика да и изначально мы думали что мы будем там вот как тот показывает о что мы делаем и люди будут учиться там там некоторые учиться кто-то может быть наоборот там для себя кита мелочи подчеркнет оказывается что мы еще с нами подчеркивать да сами подчеркиваю до от вас это вот а то аудитории вы нам много чего подсказали допустим я даже это вообще правильно да . да вот нас так вот комьюнити образовалась и мы друг друга как тот где-то подсказываем подсказки такие вот делаем даже вот тебе сколько вот говорили то кольцо кстати много дальше четко отложилось все кольцо уходит со съемки да то есть уже рефлекторно уже волна все не игру ли запись на почку думаешь тоже такие мелочи как бы они свое время в свою очередь как бы могли повлиять очень сильно на продажи то есть где-то вот если без кольца и без цепочки пожертву ногу с кольцом продавала лезь фотографии без кольца было наверно пищу чаще поэтому вот такие мелочи кажется таких мелочей очень много на самом деле и вы нам подсказывали сколько вот из последнего то что я запомнил это вот никнейм у человека на шурик он подсказал мне как лучше давить шумы он дал видео там был видео урок о том как давить шум и то есть кажется я просмотрел и это видео очень долго искал на просторах ютуба но почему-то я его не нашел вот человек подсказал как бы было приятно то есть это вообще круто когда мы вот обмениваемся таким опытом это реально это классно это реально нас даже мотивирует и спасибо вам что вы есть мы ни в коем случае не позиционируем себя как там профессиональные стокеры на мы изначально выбрали ту политику по которой мы сейчас идем и мы пока ее придерживаемся мы берем количеством до снимаемся да мы то есть да мы то есть какое-то там качество уделять как как некоторые просто я знаю людей которые работают там над 10 фотографиями либо там 10 футажами там могут день целый до проработать то есть это все свет выставить там аккуратно все мы нет мы как бы сделали для себя вывод что мы будем брать с количеством то что большие цифры работают и может быть и можно было упереться в качество но я думаю что на качество уже когда будет портфолио чуть побольше и мы просто потом переснимем те же самые материалы только лучшем качестве возможно и так будет но это как бы уже потом пока мы об этом не думаем потому что изначально я хочу сказать что снимается на то что у вас есть под рукой есть у вас канон 400 д мы начинали снимается на канон 400 д а то если бы сидели ждали хорошую камеру ничего бы не было того что есть да возможно бы сейчас работали где-нибудь да и просто их работа да и думали на лист или нет да и думали вот когда тут мы там начинали стоки это все ерунда я пробовал снимать на 400 д и ничего мне не получилось да так снимается снимается снимать а потом уже но это кстати и были продаж и есть тогда продажи 400 до когда не было опыта в съемке и поэтому их меньше конечно с камерой стало лучше и света надо очень много 400 до и бы такая шапа слепила нам тогда света не было вообще это дурдом начать баланс белого еще зеленый выходил как той свитер это было дурдом поэтому друзья если кто-то думает или думать что него техника не позволяет техника просто вам дает мы уже об этом уже говорили просто где-то она вам может простить некоторые ваши огрехи вот и все на самом деле если у вас есть сопрямые руки и хорошая голова техника вам даже можно на 400 до снять вполне себе неплохо главное стараться что-то делать вот бывает что нету настроение надо заставлять себя вот ярослав меня у меня бывает нету настроения разлов меня подгоняет да я говорю ну-ка давай-ка там быстрее поднимай себе настроение ну там чупа-чуп с какой-нибудь конфет ну и тем не менее тем не менее это должно гореть это должно идти изнутри через силу конечно это будет проблематично это все себя да и зачем то есть если это не лежит душа то не надо если держит все таки то старайтесь больше читается литературы смотрите других видео все у вас будет нормально стоки такая ну иногда бывает конечно что вот нет вдохновения ну мы вот тоже можем лежать целый день на диване диване конечно мы ходим там что-то смотрим но не работаем по стокам но это нужно разгрузка чтобы не было того что это начало раздражать да потому что когда надо потому что я знаю людей когда вот через силу тоже начинаешь что это независимо от того это будет стоки либо это еще кое-нибудь будет такая работа когда ты делаешь уже начинаешь делать через силу уже пропадает вдохновение ты просто себя выжимаешь эти вот соки крайней мере мысли вот нас что что не получается все я гиб мы все кидаем идем на улицу еще куда-нибудь а на машине прокатимся на велосипеде так далее надо именно получить такую то отдать энергию потом я получите через силу лучше они делать но иногда чтобы это все не переходило все таки за это не свою лень надо иногда так об она и дать немножко подзатыльничка самому себе чтобы когда реально понимаешь что это лень а не то что ты внутри устал так можно на это ссылаться ничего не сделать но что касается этого года то конечно он нам дал жизни да то есть наверно каждый новый год мы постоянно жалуемся что этот год был совсем плохой да то сейчас наверно президенты начнут жаловаться чтобы этот год вообще был у них постоянно каждый прошедший год был просто вообще очень тяжелый ну не знаю ты в том году что нибудь говорил нет но в том году как бы и я то есть ну по сравнению с этим здесь реально некоторые планы нарушились там некоторые события происходили до 10 центров продажи уровня сейчас 1 января там начнутся ну конечно годик в так себе удался там дыми я вообще молчу это люди все перевернулась у людей и истоки реально вот всех вот я вас читал на англоязычных форумах все пишут люди что у них это попадали продажи особенно у тех попадали у кого были портфели именно заточены по одну тему велосипеды либо это была чистая еда какая-нибудь travel какой-то да когда человек он был именно узконаправленный у него портфолио все у них реально пошли у некоторых даже в два в три раза то есть продажи упали те кто там были немножко разнообразная портфеля они как бы ну почувствовали какой-то от ну то есть такое небольшое падение но не сильно а некоторые наоборот пишут что у меня этот год вообще был классный подъем прям там 50 100 процентов ну кого как у нас этот год но немножечко конечно был лучше чем предыдущий на то есть он он был такими зигзагами этом были такие волны но тем не менее если взять среднеархметическое то есть он конечно немножечко у нас да получше чем тут но и еще бы как бы загрузили и работали как бы и скил своего немножечко так что друзья хотим пожелать вам в будущем году чтобы самое главное здоровье это самое главное особенно в сегодняшних реалиях это здоровье да друзья самое главное счастье будьте счастливы вот если будете счастливы то и будет все остальное на все остальное а если будет еще здоровье и вы будете счастливы у вас будет еще и терпения и на стоках у вас пойдут и самое главное трудолюбие и у вас на стоках пойдут работы продаваться и вы получите свой результат всем пока друзья пока